Привет всем! В этом видео покажу как делать гладкий переход между сферами и цилиндрами. Для этого нужно следующим образом подготовить модель. Нужно экспортировать некую молекулу, структуру и таким образом ее обработать, чтобы у нас было вместо двух кусочков связи вот я вставил одну связь NB. Это связь NB. Нет. Значит, вот она находится связь NB. Это цилиндр. Важно, что он с крышками. По окружности он имеет 36 сегментов и, значит, назвал его NB и поместил в систему координат, которую сгенерировал плагин Voxel. Вот, собственно, так это выглядит. Так, после того, как мы таким образом преобразовали молекулу. Я создал Mesh, сетку. Вот, все остальное можно удалить после этого. Это наша сцена. Пока она нам не нужна. Это оригинальная молекула. Вот, и после этого можно принимать плагин Smooth. Вот, собственно, этот плагин. Сейчас еще раз хочу посмотреть, чтобы вот после рендеринга вот так вот выглядит наша модель до применения плагина. И вот так вот, секунду, вот так вот она выглядит, собственно, после применения плагина. По-моему, очень неплохо. Вот, собственно, таким образом работает плагин Smooth. Естественно, есть разнообразные настройки. Можно степень перетекания уменьшить, увеличить, но это не суть важно. Сейчас я хочу сделать рендеринг сцены. Для этого я включаю сцену. Я включаю в настройках рендеринга. Хочу включить такие параметры, как Global Illumination. Такой параметр, как Depth of Field. Depth of Field. 5%. Вот. Ну, собственно, и все. Ах, ну да. Сохраним, как New Bond. Картинку. Формат JPEG. Каче 195. Все, запускаем рендеринг. Вот только вот маленькая слишком получилось. Изменим output чуть-чуть побольше. 1180 на 1050. Вперед. Да. Ну, вот, собственно, так выглядит наша молекула от рендеринга. Вот, собственно, результат. Спасибо за просмотр.